Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН. Новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Сегодня в выпуске. Зарыть нельзя оставить. Разрытие – бой. Урожаю быть в разгаре севьеровых. Учитель года – первые в этой нелегкой профессии. Сегодня в своем твиттере глава курорта Сергей Сергеев написал. В свете требований временно исполняющего обязанности губернатора Кубани по развитию курортных территорий, разрабатываем мероприятия и приступаем к их исполнению. Первостепенное значение уделим состоянию пляжей и повышению уровня сервисов курортной отрасли и потребительской сфере. Проанализируем все жалобы и заявления граждан, касающиеся гостиничного обслуживания и работы предприятий общественного питания. К этому обязывает огромное доверие края к нашему городу. В программе «Факты Кубань» президент Ассоциации туристской индустрии Петр Бобрий сказал, что видит Анапу в составе Золотого кольца Юга России. Сейчас в разработке проект «Золотое кольцо Юга России». Пока он дорабатывается, есть различные предложения. На ваш взгляд, какие места можно было бы включить, чтобы показать туристам, которые выбирают именно этот маршрут? У нас есть три города-курорта. Это город Сочи, Геленджик и Анапа. Естественно, они в обязательном порядке должны включаться в это кольцо. Радостная новость дня. Фонтанный комплекс на Свято-Осиевской площади открыл сезон. Виктор Николаевич, вам хочется сказать огромное спасибо, что фонтаны наши наконец-то заработали. Не как обычно 1 мая, а гораздо раньше. Видно, вы для этого все усилия приложили, да? Мы стараемся. По 12-14 часов работаем. И теперь так уже все? Теперь с сегодняшнего дня фонтаны заработали? Постоянно? Да, будем надеяться на то, что не подведет нас техника. Сейчас поедем в Ореховую рощу, там запустим. И завтрашнего дня начнем ремонт на Ленина. Нюансы проведения детской оздоровительной кампании обсуждали сегодня представители российских туроператоров. Неслучайно конференция проходит в Анапе. Наш курорт признанный лидер в организации детского отдыха в России. Главное, о чем должны заботиться организаторы детского отдыха, это о безопасности маленьких отдыхающих. Если туроператоры думают, что на приобретение путевок в детские здравницы их ответственность заканчивается, то они заблуждаются. Вы спокойно сидите в своих кабинетах, продав путевку. И никаким образом, юридически, не оформив эти отношения с той организацией, которая вас принимает. В результате получается, что дети, посаженные в поезд, дальше поступают неизвестно по чью ответственность. Лагерь их еще не принял. Вы считаете, что вы свою роль выполнили. Дали путевку. Он едет. То же самое по отъезду обратно. Начинает разбираться. Оказывается, лагерь выставил за территорию, ворота свои все. На этом его ответственность закончилась. Если у вас по-другому в договорах прописано, очень хорошо. Юные путешественники, оставшиеся без должного присмотра по дороге к месту отдыха, очень рискуют. Часто из-за безалаберности взрослых дети попадают не в летний лагерь, а на больничную койку. Как избежать этого – главный вопрос участников круглого стола к приглашенным специалистам. Лариса Владимировна, услышали ваши рекомендации и требования. Но у нас всегда возникают сложности с другими структурами. Но ответственность турфирмы, она все равно несет, так как договор с родителями подписала она. В Краснодарском крае самодеятельность в организации отдыха детей не то что не приветствуется, жестко пресекается. И такие информационные встречи накануне очередной летней кампании очень полезны. Правила игры – важно знать и не уходить от ответственности. Информационный тур для врачей районных больниц по здравницам Черноморского побережья – это своеобразный экскурс по уникальным возможностям курортов. В Анапе инфотур завершился заседанием круглого стола. В санатории «Старинная Анапа» врачи районных больниц и поликлиник говорили на тему организации лечения и реабилитации в санаторно-курортных организациях края с использованием в лечении гидроминеральной базы. Разговор проходил под впечатлением увиденного в санаториях Анапы. В 2006, 2007 и 2011 годах Фимтек присвоил Анапе звание «Лучший курорт для региона мира». А в прошлом году Фимтек проходил в Астане. И Анапа получила тоже награду – диплом «Лучший мировой СПА-курорт детского и семейного отдыха и лечения». Программу тура составили предприятия санаторно-курортного комплекса Сочи, Туапсинского района, Геленджика, Горячего ключа и Анапы. За это время мы посетили порядка 14 санаториев, осматривая базу проживания, осматривая питание, медицинскую часть, для того, чтобы узнать нюансы, ценовую политику, чтобы уже от конкретного пациента мы могли предложить конкретные санатории. Сотрудникам сферы здравоохранения представили базу пансионатов и санаториев, программы лечения и оздоровления для рекомендаций своим пациентам по месту жительства. Ультиматум для подрядчиков – ускорить работы по восстановлению мест разрытия на улицах Крестьянской и Солдатских матерей, а также вдоль магазина «Лонг» потребовали от руководства подрядной организации городские власти и определили срок до 30 апреля. 7,5 километров траншей вдоль центральных автомобилистралей города – крупный федеральный проект. Министерство обороны прокладывает коммуникации к ведомственному жилью и санаторию. Подрядчик разводит руками, ограничен в средствах и времени, войдите в положение. Но мириться с таким вот пейзажем анапчанам приходится второй месяц. Как говорится, пора и честь знать. С ними занимаемся по данному вопросу, чтобы как можно максимум увеличить, так сказать, объем работы, продлить рабочий день трудовой. Но главная цель и задача, что на сегодняшний день те разрытия, которые, так сказать, уже проведены, те работы, должны быть завершены. На месте движения практически никакого. Удивляться, почему сроки растянуты, не приходится. Работают двое. Но, как заверил нас руководитель проекта, сегодня же будут выделены дополнительные силы. В настоящее время подрядные организации, выполняющие работу на данном участке, снимаются дополнительные люди с других объектов для скорейшего восстановления благоустройства вдоль торгового центра «Лонг» и по улице Солдатских матерей. До 1 мая данный участок будет полностью восстановлен в прежнем виде, в котором он был до начала производства строительно-монтажных работ. Необходимость развития инженерной инфраструктуры никто не отрицает. Но сложный технологический процесс или дождливая весна – не повод не торопиться с выполнением обязательств перед городом. Самый весомый аргумент – это предстоящие праздники. И его подрядчикам придется принять. Любой курорт имеет в своем арсенале немало памятных или экзотических для туристов и гостей города мест. В Анапе знают и любят воду из родника, что за хутором Куматырь. Много лет за хутором Куматырь родник поит людей прозрачной водой. Старожилы рассказывают, что сам-то родник был на горке, и мочажина вокруг не давали иногда ни пройти, ни проехать. Строители автомобильной дороги направили воду родника по трубе. Дальше этого благоустройства не двинулось. Глава города Сергей Сергеев оценил это место как одно из привлекательнейших для наших гостей на подъезде к курорту и дал поручение благоустроить территорию вокруг. Санитарно-эпидемиологическую оценку воды сделал Роспотребнадзор. По запросу главы муниципального образования города-курорта Анапа Сергеева Сергея Павловича территориальным отделом проведены лабораторные исследования качества воды родника. Что показали данные исследования? Мы исследовали практически на 16 санитарно-гигиенических показателей. Только по одному показателю, пока родник не соответствует нормативным требованиям. Это показатели общей жесткости. Они составляют 16,7 при норме 7,10. То есть эту воду необходимо отстаивать, фильтровать при взятии ее в домашние условия. О том, что место это популярно, свидетельствуют многочисленные объявления на деревьях вокруг. Но с экологической точки зрения подходы к питьевой воде, конечно же, не должны быть такими. Реконструкцию территории уже начали. Проект оформления чаши под родниковую струю и территории вокруг изготовлен. Его Марина Марченко, архитектор города, оценивает как скромный, но вполне достойный. Необходимо сейчас провести очистку всей территории в большом радиусе от этого источника, благоустроить непосредственно саму территорию, благоустроить выход воды и содержать его постоянно в чистоте. Ну а мы постоянно берем на контроль данный источник и будем вас информировать о качестве воды уже после проведенной благоустройства и в дальнейшем. Ведущая национальная сеть в сфере круглогодичного санаторно-курортного лечения ОАО «РЖД Здоровье» отметила пятилетний юбилей. День рождения компания отмечала в Анапе на базе санаторий «Аквамарин». Пять лет назад компания существовала только на бумаге, комплект документов. За пятилетку сеть санаториев открытого акционерного общества «РЖД Здоровье» выбилось число лидеров на санаторно-курортном рынке по качеству предоставления услуг, по оснащению медицинским оборудованием, объемам инвестиций в развитие, строительством и реконструкции санаториев и баз отдыха. За пять лет существования ОАО «РЖД Здоровье» инвестиции в строительство и в ремонт увеличены в два с половиной раза. Я не ошибаюсь. Два с половиной раза. Сегодня санатории «РЖД Здоровье» доступны не только сотрудникам железнодорожных предприятий, но и обычным гражданам. Отремонтировано и реконструировано более 50 объектов. Сейчас это современные и комфортные средства размещения. Очень важный аспект – это развитие коммерческого мышления нашего. Технология работы с клиентом, комплекс современных управленческих мероприятий по маркетингу для руководителей наших филиалов. Распитать незаурядных людей, сформировать команды из сотрудников, экспертов, исповедующих противную философию. Поздравить юбиляров приехали коллеги, партнеры и друзья. Юбилей компании совпал с 10-летним юбилеем санатория «Аквамарин». Лучших сотрудников санатория наградили памятными подарками, благодарственными грамотами. Но не только поздравления звучали на торжестве. Наметили планы работы и поставили задачи на перспективу. Все фировых культур в анапских хозяйствах в разгаре. Погода очень долго не давала выйти в поле широким фронтом. И вот, наконец, можно работать, не поглядывая в небо. Пассивной агрегат на поле ОПХ Анапа то и дело останавливается после каждого прохода. Механизатору приходится чистить колеса сейлки, да и сошники от налипающей почвы. Шутка ли, при среднем многолетних данных, когда за апрель выпадало 40 мм остатков, сейчас за этот же период – 91 мм. Яровой же клин анапской пашни немаленький – почти 9 тысяч гектаров. На данный момент идет север подсолнечника. И то, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые в последнее время были, все равно срок 1 мая этого года все хозяйства выдержат. Своё боевое крещение в должности на этой посевной проходит и новый начальник управления сельского хозяйства Игорь Васильевич Носоченко. Ранее он занимался именно масличными культурами и посевную оценивает как хорошо организованную. Семена ОПХ Анапская закупили дорогие, гибридных сортов, отличного качества. Ложатся они в почву на глубину чуть меньше положенного, чтобы взошли в оптимальные сроки. К 1 мая уже будут сходы, гарантируют специалисты. А мы через неделю покажем телезрителям и поля огорода на рашении. Хозяйство имеет богатый опыт выращивания овощей из собственной рассады. Специалисты Управления муниципального контроля неоднократно расчищали несанкционированную свалку возле гаражей напротив домов номер 35, 36, 12 микрорайоне. Установлены гаражи на муниципальном земельном участке. Собственникам придется демонтировать некапитальные конструкции. Металлические гаражи установлены незаконно, без единого документа. Ржавые боксы, большая часть из которых даже не используется по назначению, захламляют территорию общего пользования. Боксы, уродующие облик города, необходимо демонтировать с муниципальной территории до 27 апреля 2015 года. Информация опубликована в СМИ. Координатор деятельности ТОСМИКа района тоже информирует граждан. Если гаражи не будут убраны с муниципальной территории, администрация демонтирует боксы по решению межведомственной комиссии. Дополнительную информацию можно получить в Управлении муниципального контроля по телефону 5 86 96. В седьмой школе подвели итоги ежегодного конкурса «Учитель года Кубани-2015». О том, кто стал победителем муниципального этапа, смотрите в нашем сюжете. За звание лучшего «Учителя года Кубани-2015» на этот раз боролись 6 человек. Прежде чем выйти на сцену для торжественного награждения, педагоги доказали свое право на участие в конкурсе. Они делились накопленным опытом, давали уроки в незнакомых классах. Финалистки отвечали на трудные, а порой и каверзные вопросы членов жюри. Все испытания позади, и вот торжественный момент. Хрустальный дельфин, символ победы, перешел из рук победителя 2014 года к педагогу начальных классов гимназии Эврика Оксане Штефан. «Я поддержку чувствовала вот просто каждую секунду в любом своем шаге. Поэтому, Эврика, это победа ваша, я вас люблю». За высокие достижения, воспитание и обучение подрастающего поколения, благодарности и подарки получили все финалистки. Оксана Штефан будет представлять Анапу в краевом конкурсе. У нашего города есть теперь замечательное место, где рождаются патриотические традиции. У стелы «Воинская слава» состоялось торжественное открытие международного фестиваля «Поле славы боевой» среди детских футбольных команд. Фестиваль проводится среди городов-героев Великой Отечественной войны и городов воинской славы. Футбольные команды города и сельских округов с удовольствием приняли участие в первом этапе фестиваля. Состоялся митинг, посвященный 70-летию Победы, а после напутственных слов начальника управления по физической культуре и спорту Сергея Ткаченко стартовал массовый забег спортсменов от театральной площади до стадиона «Спартак». На стадионе прошли футбольные матчи среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ. «Этот матч посвящен мероприятию Великой Отечественной войны и победе над фашистами. Мой дедушка прошел всю войну и был жив». Таким мероприятием юное поколение выразило признательность солдатам Великой Победы за их радный труд. Шесть футбольных команд будут бороться за выход во второй этап. Сильнейшая футбольная команда поедет в Крым. Турнир планируют сделать традиционным. Ровно сто лет исполнилось со дня начала массового истребления армян в Османской империи. Автопробег по улицам города – дань памяти трагической годовщине. Десятки машин стартовали от Центра армянско-национальной культуры, проехали по всему городу и прибыли в Гайкадзор. В новой церкви села прошли траурные мероприятия. Погибших в год геноцидок канонизировали, причислив к лику святых. «Самые страшные события 20 века – это геноцид армян. И сегодня об этом заявляют многие. Сегодня 20 стран признало это. И у турков была цель – уничтожить народ, уничтожить народ как нацию. Срока давности у данного преступления нет». Акция закончилась массовым запуском шаров. Сто шаров улетают в небо. По одному за каждый год горькой памяти о погибших душах. День земли – это хороший повод подвести итоги работы школьников за год по экологии окружающей среды. Анапские ребята весь год активно участвуют в конкурсах, заботятся о птицах, животных и растениях заповедника «Утриш». Рисуют обитателей заповедника, ведут орнитологические наблюдения и даже сочиняют сказки, которые когда-нибудь пригодятся для экскурсий на «Утрише». Анна Загрячук с удовольствием принимает участие во всех мероприятиях. Она написала картину и научно-исследовательскую работу по выживанию можжевельника после пересадки в условиях городской среды. Девушка знает все полезные свойства этого уникального фитонцида. Она ухаживает за деревьями и в парке «Ореховая роща». Мне много всяких разных конкурсов нравится, и я буду продолжать, чтобы в будущем поможет, и надо задумываться. Будем учиться и пробовать. Работы победителей отправят дальше на конкурс в Москву. Завершит выпуск прогноз погоды. Да здравствует южный ветер. Он принес нам весну и хорошую погоду. В выходные нас пригреет яркое многообещающее солнце. Мы тянемся к нему, как воспрявшие духом растения. До буйного расцвета весны осталось немного. Днем стабильно плюс 11, ночью уже до плюс 8 градусов. Генеральный партнер программы «Клиника Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Специально ко дню Великой Победы. В офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская, 242, офтальмологический центр Тризе.